Как известно, в минувший четверг у Радия Фаритовича случилась прямая линия общения с народом. Моду приводить эти прямые линии, конечно же, задал Владимир Путин и Хабиров в этот раз отчаянным образом косплеил своего великого кумира. Прямая линия длилась более четырех часов. Мало кто выдержал весь этот прямой эфир, отсмотрел его и понял, что там происходило, но нам пришлось это делать по долгу службы и потому мы вам подробно сегодня об этом расскажем. Зал Центра управления республикой, где, собственно, и происходило все это действие, не был переполнен в этот раз. Было много пустых мест, очевидно много и заметно много. Судя по всему, количество людей, которым Радий Фаритович доверяет безраздельно, либо людей, которых отобрала его пресс-служба, не так велико в республике, чтобы можно было наполнить даже этот зал. Зал, конечно же, украшали ряженые. Шамиль Валеев в образе Карла Маркса, Зульфия Гайсина в потрепанном костюме для ролевых игр, какой-то странный мужик в красном худи с надписью «Народный фронт», ну и Азат Садрыев, вовсе без ордена наладсканий, ну и подобные им. Вели мероприятия тамадами, были Рустам Зарафудинов, генеральный директор БСТ, и Елена Прочаковская. Я, честно говоря, отчаянно сочувствовал Зарафудинову, потому что торговка мануфактурой вела себя крайне развязно, и профессиональный журналист рядом с ней выглядел жалко. Прочаковская никому не давала вставить слово, постоянно всех перебивала, включая самого Хабирова, приплясывала сидя, размахивала руками, рискуя разбить лицо несчастному Зарику, который тихонечко сидел с ней рядом. Хабиров был в этот раз в красивом строгом костюме, но почему-то в белых носках и кожаных тапочках. Все это великолепие. Зачем-то нам показала тыловая камера Центра управления регионом. Возможно, тем самым они хотели подчеркнуть, что перед нами сидит не какой-то там высокий чиновник, а совершенно в доску свой деревенский парняга, которому чужды чувства вкуса, либо элементарного делового этикета. Не знаю, с какой целью нам продемонстрировали вот это странное одеяние Хабирова, но сверху он был в деловом костюме, а внизу он был в кожаных тапках. Был на этой прямой линии Хабирова и главный казус. Дело в том, что было заранее известно о том, что в этот день и в определенное время состоится очередная лекция по мировой истории в исполнении Владимира Путина, которую он будет давать в рамках Валдайского форума. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков строго всех предупредил, что лекция эту следует государевым людям и холопам слушать желательно стоя, что многие даже будут ее конспектировать, но почему-то это пролетело мимо ушей организаторов прямой линии ради Хабирова. Хабиров удивительным образом пренебрег рекомендациями Пескова и не стал переносить время о начало своей прямой линии, в отличие, например, от губернатора Саратовской области Бусаргина, который в тот же день проводил общение со своими подданными, но сдвинул это общение на час вперед, пропуская впереди себя Путина. Хабиров этого делать не стал и старика вперед себя не пропустил. Я не знаю, что это удивительная смелость или просто отчаянная тупость пресс-службы главы региона, но тем не менее факт остается фактом. Сделав перерыв в прямой линии и дав возможность россиянам послушать лекцию Путина, вернулись к прямой линии и, собственно, конечно, вынуждены были комментировать сказанное Путиным. Путиным Хабиров, комментируя 45-минутное выступление главы государства, заявил, предварительно, конечно, вскрикнув, что он весь насквозь и полностью является путинистом, но заявил при этом два обстоятельства. Во-первых, выступление Путина Хабиров полностью не слушал, так как был занят более важными вещами, уточняя там какие-то факты Просипайлова. Повторно Хабиров уточнил, что он все-таки остается при этом путинистом. Я всегда нравился, кому-то не нравится, я всегда говорил, что я путинист, а сейчас я горжусь этим всегда в разные периоды. Удивительным образом, конечно, не слушать Путина в таких обстоятельствах, это тоже отчаянная смелость. Тем более странно прозвучали затем сказанные Хабировым тезисы в течение прямой линии. Ради Фаритович отчаянным образом, в общем-то, опровергал все тезисы и многие установки, которые долгие месяцы втыкает в головы чиновников сам Владимир Путин. Ну, я позволю себе просто процитировать эти опровергающие Путина Хабировские слова, чтобы меня не обвинили в каких-то интерпретациях. Первая цитата. «Специальная военная операция – сомнительная радость. Лучше бы жили, как жили, лишь бы не было войны». Конец цитаты. Вот так вот Хабиров охарактеризовал нынешнюю ситуацию. Вторая цитата. «Теперь у нас целая армия детишек, у которых отцы, братья и дедушки находятся на войне». Подчеркиваю, Хабиров сказал именно на войне. Ну, это как это на войне, Ради Фаритович? Это 15 суток или все-таки уже уголовное дело? Потому что вы же все-таки про войну заговорили с использованием средств массовой информации, ведь об этом нам транслировала и БСТ, и Уфанет, и прочая, и прочая, вся Уфа и так далее. Тут надо, конечно, разбираться, по какой статье проходит вот это заявление. Напомню, что в Российской Федерации идет специальная военная операция, вовсе никакая не война, и всех, кто упоминает войну в публичном пространстве, ждет суровое наказание от административного до уголовного. Ради Фаритович не боится, судя по всему. Ну и третья цитата, которая меня поразила, честно говоря, до глубины души в контексте сказанного Путиным, сказал Хабиров следующее. «Большой грех толкать людей на войну. Я никогда этого не делал». Конец цитаты. Опять на войну. Грех толкать. Ради Фаритович, что происходит? Я не понимаю. Ну, учитывая вот это вот деятельное раскаяние, наверное, теперь понятно, почему, по официальным данным подчеркну, погибших из республики Башкортостан уже 252 человека, а, например, из республики Татарстан только 166. Еще раз подчеркну, по официальным данным. Ну, видимо, потому что в Татарстане, наверное, не так интенсивно толкают людей на войну и совершают вот этот грех, о котором сказал Хабиров. Хабиров вообще в течение этой прямой линии много раз использовал слово «война», применительно к специальной военной операции. Но почему-то спецназ Росгвардии не ворвался в помещение ЦУРа, хотя время для этого было, и не увел клеветника-наговорщика в темницу. Хабиров остался на своем месте, поигрывая ногами в тапках и белых носках. В общем, ничего ему за эту войну не случилось. Елена Прочаковская, тамада этого мероприятия, на протяжении всей четырехчасовой прямой линии всячески пыталась понравиться своему шефу. В частности, она трижды пыталась перевести разговор на тему героической травмы на хоккее о травмированном колене Хабирова. Она его переспрашивала три раза, будто бы пытаясь вызвать у бессердечного населения Башкортостана хоть каплю симпатии и сочувствия к главе республики Башкортостан. Уверяя всех в том, что ни мобилизация, ни дороги, ни инфляция, ни медицина не волнуют население Башкирии так, как волнует его драгоценная коленка Хабирова, Прочаковская махала руками, толкала несчастного Зарафуддинова. Ну, в этот момент, что казалось, что вот это вообще не прямая линия главы региона, а прямая линия самой Прочаковской. В конце концов, Хабиров начал уже как-то хищно щуриться на Прочаковскую, она это дело заметила, притихла, бормоча что-то себе под нос, что мобилизация не что, а благоустройство и озеленение общественных пространств это все для нас. Поговорили, конечно же, и о потенциальных героях. В отдельности речь зашла о гордости Хабирова об азате-солдате Барданове. Хабиров с придыханием рассказал нам о том, что он дважды пытался отговорить азата-солдата идти воевать. И как твердо стоял герой на своем, заявив, не может он должным образом воспитывать башкирский народ, если не повоюет с украинским. Хотя злые языки в Белом доме излагают эту историю несколько иначе. Дескать, после того, как с батальоном имени Шеймуратова, который придумал азат-солдат, случилось то, что обычно случается с батальонами в условиях настоящих боевых действий. Так вот, после этого Хабиров страшно кричал на азата-солдата и буквально заставил написать его вот это легендарное заявление. Но, повторюсь, это все пока слухи Белого дома. Официально все звучит так, что Хабиров рыдал, хватал за обшлага азата-солдата, пытаясь не дать ему уйти воевать, но азат-солдат вырвался и таки пошел. Ну, сейчас, конечно, Хабиров попытался объяснить ту неспешность, с которой азат-солдат уходит в войска. Сейчас Хабиров нам рассказывал на этой прямой линии байки о том, что азат-солдат якобы ждет какого-то секретного приказа, видимо, прямо непосредственно от Шойгу. И уж как только получит этот приказ, уж он сразу же пойдет, заключит контракт с Министерством обороны и вступит обеими ногами в тот самый батальон имени Шеймуратова. Ну, видимо, аккурат после завершения вот этой вот ограниченной частичной мобилизации. Мы не знаем точно, но мы знаем пока достоверно, что азат-солдат все еще в республике, все еще, значит, на свободе, с чистой совестью. Непонятно, где он числится, работает, но с Министерством обороны он все еще не заключил никакого контракта. На протяжении всей изнурительной вот этой прямой линии из интернета поступали вопросы для главы региона, некоторые из них даже прорывались на интерактивный экран, но Елена Прочаковская никакого внимания не уделяла этим вопросам и гнула свое про посадку кустарников, про обсуждение колена любимого начальника. И вот в конечном итоге, где-то к середине этой прямой линии образовались две параллельные реальности. Настоящая реальность, где воют жены мобилизованных, где школы топят дровами, где нет воды, газа, электричества, где пенсионеры отдают практически всю свою пенсию за услуги ЖКХ, это то, о чем писали люди в интернете Хабирову, и та, в которой живет Елена Анатольевна Прочаковская, та реальность, которая заключена в номере «Люкс» гостиницы «Айгуль» напротив Белого дома. В какой-то момент даже Хабиров уловил всю дикость этой ситуации и как-то перестал слушать бред Прочаковской, просто-напросто начал читать вопросы с экрана и даже отвечать на них. Это вызвало истерику Елены Анатольевны, которая стала кричать, размахивать руками и даже упрекнула Хабирова в том, что, цитирую, «вы так ловко читаете с экрана, что вам даже ведущие уже не нужны». Возмутилась Елена Анатольевна тем, что Хабиров посмел выбирать вопросы для общения с гражданами, избегая и игнорируя ее помощь. Ну, в зале захихикали, и Прочаковская как-то поникла и даже заткнулась на какое-то время. Зато недолгое время, которое понадобилось Елене Анатольевне для того, чтобы переварить свое фиаско в роли Тамады, Хабиров успел ответить на несколько вопросов и некоторые ответы на эти вопросы, в общем-то, даже были не безинтересны, так что пробежимся по ним по-быстрому. Поговорили про памятник Салавату Юлаеву. Хабиров констатировал, что реконструкция неизбежна, заявил, что проект реконструкции монумента будет готов не раньше середины 23-го года. Также Хабиров сообщил, что, судя по всему, без полного девантажа конструкции монумента обойтись не получится. Настолько в плохом состоянии находятся конструкция и само тело памятника, что его обязательно нужно снять с постамента. Тем самым приходим к выводу о том, что 450-летие Уфы пройдет как бы в отсутствии Салавата Юлаева на постаменте. Хабирова это явно тревожит. И, собственно, тревожит его, видимо, какая-то сакральная составляющая вот этого демонтажа монумента как символа башкирского народа. И вот то, что Салават Юлаев будет снят и убран с привычного места, видимо, как-то мистически очень волнует Хабирова. Он даже сам себя спросил, готовы ли мы к этому. Как-то очень так задумчиво. Ну, в общем, конечно, вопрос, прямо скажем, какой-то религиозного характера. Но я лично полагаю, что, конечно же, памятник ремонтировать нужно, учитывая то, что он действительно в угрожающем состоянии находится. И делать это нужно добротно и качественно. Так что не надо бояться кары небес, надо аккуратно и качественно все делать. Много и бестолково во время прямой линии говорили про разные виды спорта, но вот про футбол поговорили конкретно. Больная тема. Футбольный клуб Уфа проиграл все, что мог, обанкротился и остался без денег. Даже было заявление о полном сокращении штатов, включая генерального директора и главного тренера. Главный тренер что-то на что-то поменялся. В общем, адский ад творится, граждане беспокоятся. Хабиров подробно высказался по поводу судьбы футбольного клуба Уфа. Во-первых, он с раздражением обвинил во всех грехах и проблемах футбольного клуба Газизова и самих футболистов. Дословно это звучало так. Я что ли проиграл Оренбургу? Вскричал Хабиров. Ну, действительно, это правда. Хабиров в футбол, слава богу, все еще не играет и Оренбургу не проигрывает. Наряду с этим Хабиров выдал интересную статистику. Оказывается, с его слов, за истекшие 10 лет существования вот этого футбольного клуба, государство почему-то из бюджета выделило 7 миллиардов рублей этому клубу. При том, что клуб был и остается пока на данный момент частной лавочкой. Мы посчитали, за эти 10 лет финансирования от республики клуба было более 7 миллиардов рублей. При этом клуб принадлежал группе частных лиц. Это абсолютно частное заведение, принадлежащее нескольким физическим лицам. Ну и каким-то образом еще отношение к этому имел дружище Хабирова Мурзагулов, который там очень сытно пасся в этом футбольном клубе. И значит, оказывается, мы 7 миллиардов бюджетных денег отдали, а это не повод, чтобы прокуратура и Следственный комитет хотя бы поинтересовались, а вот на каких основаниях, кто подписал, куда делись, как расходовались. Это все-таки бюджетные деньги. 7 миллиардов, не 7 копеек. Странно. Тем не менее, Хабиров заявил, что он даст еще 200 миллионов вот буквально сейчас, но за это он хочет быть учредителем футбольного клуба. Высказался он на эту тему дословно и буквально так. Я не понимаю в футболе, и наш министр спорта тоже не понимает. И не собираемся, но учредителями будем. Конец цитаты. Я в футболе ничего не понимаю и не собираюсь им управлять. Точно так же, как министр спорта. Ну, собственно, вопрос, а что это изменит, во-первых? Во-вторых, почему у вас такой министр спорта, который ни черта не понимает в футболе? К слову сказать, Хабибов в любом спорте ничего не понимает, он вообще от спорта далек, был, есть и будет, потому что он никогда никаким спортом не занимался, никаких спортивных успехов не имеет, а попал на свою должность, извините, через другие рычаги. Я бы даже сказал, не рычаги, а более там ниже расположенные органы. Но вернемся к футбольному клубу Уфа. Вот это заявление Хабирова о том, что как бы мы тут ничего не понимаем, но учредителями будем, ну что это изменит? Ну, извините, это может изменить только список благоприобретателей. Случился во время прямой линии и откровенно напряженный момент. Подперев рукой голову и развалившись на стульчике, Светлана Валеева взорвала мозг Хабирова. Взорвала она его вопросом о том, что сода втихаря опять стала частной и попала в руки у Ошки с названием «Русский водород». То есть у него сейчас частные появились хозяева, но как-то очень тихо они появились, незаметно прошло для всех. И второй вопрос, вот многие эксперты говорят о том, что надо переводить нашу промышленность, ну российскую промышленность, не только Башкирии, естественно, на военные рельсы, потому что, ну опять же, сложная ситуация, но очень много нужно для победы и для от грунта. Насколько наша промышленность готова и насколько вот в данном случае то, что сода опять частная стала, ну как бы она нам помогает. И насколько благо для республики. И насколько, как вы к этому относитесь, потому что, ну достаточно много переживаний было по поводу соды, по поводу сырья, как эта проблема решится. Ну мозг Хабирова немедленно взорвался и он начал сбивчиво пояснять за блудняк, как говорят в определенных кругах, объяснять, в общем, почему действительно сода тихонько и незаметно опять перешла в частные руки. В частности, он заявил, что только немного-немного, совсем чуть-чуть акции было передано в управление вот этому ООО «Русский водород», но при этом ООО «Русский водород» теперь безраздельно управляет компанией. Кроме всего прочего, ООО «Русский водород» наш единомышленник, а не то, что раньше было. Хабиров заявил, что Куштау в любом случае разрабатывать не будут, так что Куштау Таратау, как говорится, форева. Также заявил Хабиров, что Давыдов нынешний и в прошлом тоже директор СОДО – это просто гений, а не то, что раньше было. Ну и под конец Хабиров пустил слезу, рассказав нам, что санкции очень сильно ударили по СОДЕ, ее нужно очень жалеть, ведь она столько денег приносит. Правда, не уточнил Радифоритович, кому лично и конкретно в чьи карманы приносят деньги СОДО. В целом, Хабиров, конечно, в этот момент был плохо отличим от Хамитова, который объяснял нам в свое время, как полезно и правильно объединить каустик и СОДО. Не очень убедительно получилось у Хабирова. Повторюсь, он был очень похож на Хамитова. Оба они оправдывали некое хозяйственное решение, которое впоследствии было подвергнуто многочисленной критике и, как выяснилось, не было на самом деле выгодным для республики. Под конец прямой линии Радифоритович, конечно, заметно устал и стал немного заговариваться. Признал, что набережная Уфы – это его поражение, что скоро опять выборы главы и что всем надо готовиться к цирку. Радифоритович, мы, если честно, в этом цирке уже 4 года живем и готовиться нам не к чему. Мы все время находимся внутри цирка. Это у вас там скоро выборы. Про выборы, кстати говоря, Хабиров очень раздраженно говорил, что скоро нам придется столкнуться с выборами. То есть он как-то так брезгливо говорил, что вот это вот выборы. Все же и так понятно, что выбор делает у нас один единственный человек – Владимир Путин, которого, кстати говоря, Хабиров так бесцеремонно не пропустил вперед себя на этой прямой линии. Ну, в общем, готовьтесь к цирку. А закончил прямую линию, Радифоритович и вовсе как-то философски очень устал, процитируя. «Все, что с нами, со страной, с республикой происходит, идет нам только на пользу», заявил Хабиров. Ну, я бы еще от себя добавил, при условии, что это нас не убивает. Обозрев прямую линию главы региона, не могу не рассказать вам о опросе на телеграм-канале «Открытая политика», который был у нас в минувшей неделе. Ну, все-таки обещал, что про каждый опрос буду рассказывать, расскажу и про этот. По утверждению министра обороны Шойгу частичная мобилизация завершилась в Российской Федерации, закончилась, но не заканчиваются тревожные сообщения о проблемах мобилизованных, проблемах с амницией, с амундированием, с одеждой, с питанием, со многими вещами. Эти сообщения переполнили интернет. И вот на эту тему мы провели опрос примерно 1300 наших подписчиков на телеграм-канале. И вот такие результаты. 2% опрошенных считают, что это все капризы изнеженных, мобилизованных, все у них нормально. 3% опрошенных вовсе не верят в то, что в российской армии хоть чего-то не хватает. 4% опрошенных верят, что все эти проблемы – это всего лишь временные трудности, и вот сейчас уже скоро эти временные трудности будут преодолены. Вот абсолютное большинство, 91% опрошенных считают, что эта ситуация с нехваткой амундирования, амуниции, вооружения и элементарного питания в войсках – это результат 22-летнего беспробудного воровства в стране. Кстати говоря, я тоже так считаю. Кстати говоря, эту проблему на минувшей неделе признал и пресс-секретарь Путина Песков сквозь зубы, промемолев, что все-таки эти проблемы существуют. Если у вас есть свое мнение, если вы хотите участвовать в наших опросах, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал «Открытая политика», там уже свыше 3000 подписчиков, там довольно бурные дебаты, там значительно больше информации, чем у нас здесь на Ютьюбе, и все материалы Ютьюба там тоже есть. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, становитесь нашими спонсорами, помочь нашему каналу можно единственным образом, перечислив деньги на расчетный счет, который мы указываем в каждой нашей передаче, а также внизу под каждым нашим видео.